Всем привет! Мы продолжаем тему ожидания и реальность. И в этом видео речь пойдет о галактиках. Стоит сказать, что снимки в этом видео ни в коем случае не являются эталоном. Кто-то увидит больше, кто-то увидит меньше. Наблюдение Deep Sky объектов – очень сложная процедура, которая зависит от множества факторов. Поэтому фотографии в этом видео – это лишь пример того, что можно увидеть в телескоп. Но не более того. Первым рассмотрим знаменитую М31 – галактику Андромеды. Эта спиральная галактика находится, как это ни удивительно, в созвездии Андромеды. Вдали от городской засветки ее несложно найти невооруженным глазом. А уже в небольшой бинокль она видна как большое серое пятно. Что же касается телескопа, то тут становится отчетливо виден яркий центр галактики и ее форма. Следующим объектом является спиральная галактика М101 под названием Вертушка. Находится она в созвездии Большой Медведицы. Согласитесь, это очень красивый объект для наблюдения. Даже несмотря на то, что правая фотография не такая яркая и красочная, как левая, без труда можно различить яркий центр галактики, а присмотревшись повнимательнее – ее структуру. В этом же созвездии Большой Медведицы есть и другая не менее красивая галактика М82, которая получила название Сигара. Это спиральная галактика с перемычкой. Нетрудно догадаться, почему эта галактика получила такое название. Ее форма говорит сама за себя. Вдали от городской засветки этот объект покажет свою форму, однако рассмотреть много деталей вряд ли получится. Этот объект имеет намного меньший угловой размер в сравнении, например, с галактикой Андромеды. Далее рассмотрим галактику М51, которая получила название Водоворот. Эта галактика находится в созвездии Гончьей Псы. На фотографии мы видим сразу две галактики. Большая – это и есть наша спиральная галактика Водоворот, а меньшая – это галактика Компаньон, которая имеет номер NGC 5195. К сожалению, эта галактика также имеет очень малый угловой размер, но несмотря на это мы можем с большим удовольствием насладиться двумя взаимодействующими галактиками. Следующим объектом и пятым по счету идет галактика NGC 2207. Находится эта спиральная галактика с перемычкой в созвездии Большой Пёс. Как и в случае с галактикой Водоворот, рядом с этой, также в постоянном взаимодействии находится другая, меньшая по размеру галактика, которая в каталоге IC имеет номер 2163. Несмотря на то, что этот объект довольно мал, именно тот факт, что это не одна, а целых две галактики, и делают этот объект, на мой взгляд, таким интересным. И заканчивает наш список галактика с номером NGC 6946. Эта спиральная галактика с перемычкой получила название Фейерверк. Находится она в созвездии Лебедь, прямо на границе с Цефеем. Глядя на эту галактику, так и вспоминаются праздничные фейерверки, однако увидеть эту всю красоту, к сожалению, не так-то и просто. Для того, чтобы увидеть свет данной галактики, придется использовать мощный телескоп, а после этого обрабатывать полученные фотографии в специальном редакторе. На этом наше сравнение галактик подходит к концу. Напомню, что это был лишь пример того, как они могут выглядеть в телескоп. К примеру, вот моя фотография галактики Андромеды, которую я получил без использования телескопа. В моем арсенале на тот момент был лишь беззеркальный фотоаппарат с китовым 42-мм объективом. Если вам понравилось данное видео, тогда подписывайтесь на мой канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, и вы всегда будете узнавать о новых видео первыми. Пишите комментарии под этим видео, а также обязательно задавайте свои вопросы. Я буду рад на них ответить. Помните, что небо не предел. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok